друзья любители бездорожья любители гусениц колес низкого давления в общем вы оказались по адресу в этой серии всего этого добра будет навалом а ситуация в этот раз следующая дело в том что мы собираемся уже через неделю будет большой внедорожный съезд вездеходчиков блогеров вездеходчиков мы собираемся там принять участие и собственно нам надо определиться во первых на чем мы едем тут у нас три кандидата стоит но во вторых уже технику непосредственно подготовить и доставить ее туда может быть ее надо чуть-чуть испытать как-то притереть перед испытанием то что все агрегаты кроме зелка у нас циры вот в общем сейчас определяемся в этом месте не определись то есть упали отжались покушали там громкость поднастроили начинаю кандидат в мастера спорта вас 2112 б б это потому что у нас шоссе было тракторная болотная поэтому и б на стеклапанный мотор 16 клапанный кузов ну и самая лютая тракторная ходовая но проблема в том что агрегат только буквально пару дней назад сделал свои первые метро он сырой безусловно мог бы побороться где-то как-то но не в таком виде его надо допиливать поэтому точно нет к сожалению не успели но может быть следующем году в любом случае в этом сезоне испытаем как следует кандидат номер два это хорошо знакомый нашим постоянным зрителям зилок 157 который мы переделали на колеса низкого давления самодельная ободрыша в нашем случае он же принимал участие в прошлогоднем слете и показал себя достойно ехал и не как вездеход потому что проваливался ну и не как грузовик потому что все-таки колеса большие давление сильно ниже чем у грузовика ну в общем всем понравилось но где-то чего-то мы не дожали где-то чего-то не хватило и на данный момент зилок собственно с того момента не изменился кроме того что у него сейчас проблем со сцеплением там какие-то текущие проблемы и несколько ободрышей по моему нас подтравливают этот момент на контролировать в общем наверное тоже нет потому что но потому что уже было и ничего не поменялось кандидат номер три как вы поняли уже наверное у кандидата номер три самые большие шансы это газельваген по-другому фердинанд машина с криминальным прошлым может быть даже с настоящим об этом чуть попозже в общем машина на самом деле угнанная как мы узнали мы собранная было можно сказать в кустарных условиях но на выходе получились очень неплохие показатели машина не тяжелая она явно легче нашего грузового узелка колеса низкого давления возможность кстати у нас несмотря на то что колеса схожего диаметра все-таки узелка колеса чуть побольше по агрессивней протектор у нас есть возможность свапа колес то есть мы можем еще чуть-чуть прибавить здесь огромное понижение первый выезд был на прям многообещающим понятно каких-то супер задач мы не ставили но машина себя показала круто и я считаю что вот надо придать свежести нашему выезду надо поехать на маршрутке поэтому в этой серии мы будем готовить маршрутку к самым лютым болот вот так диман говорит нам что-то сказать я смотрю на вот это количество колес и пацаны с грузовых шинок мы с вами почему все-таки решили менять во первых камеры здесь есть камеры этого достаточно чтобы но сразу эти колеса снять потому что нормальных не спустить если ты их спускаешь нормально то пищевые отлетают на раз ну и кроме того так как это шина низкого давления здесь присутствует такая выраженная центральная дорожка чтобы чтобы как-то двигаться там по асфальту по твердым покрытием это как известно центральная дорожка она не дает нужных цепных свойств на бездорожье здесь она у нас отсутствует ну и в принципе да да и по размеру и по размеру несмотря на то что здесь заявлено метр сорок пять по факту здесь метр сорок здесь у нас метр сорок пять метр пятьдесят в зависимости от колес погрешность присутствует поэтому сейчас за старое домкраты и начинаем работать четыре по моему про пять сантиметров готова вообще не 5 сантиметров она конечно стоит под нагрузкой но там не пять и и там даже не 10 мы сейчас сразу увидим вот по вот здесь вот зацепится но у нас дать и по поводу колхоза скидывали нам соцсетях фотографии машины этой когда она строилась выглядела она конечно более нарядно вот эти вот весь антураж народный он появился позже ну так сколько прошло 12 лет да 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 12 лет был заказчик хозяина этой машины да он умер к сожалению машина передали каким-то знакомым в охотхозяйстве еще куда-то ребятам ответственные были они подоживили вложились два колеса новых купили потому что там два были испорчены покатались и к сожалению из них там тоже кто-то умер но вот я умею пересказываю историю да и потом об этой машине забыли на полгода когда вспомнили уже и собственно след простым кому-то продали те еще кому-то продали и потом как бы машину купили мне вот на руках стс к птс нет птс остался у наследников вот мы сейчас ними общаемся я думаю что какому-то общему консенсусу придем ну ладно и такая лирическая ставка сейчас продолжаем сколько здесь мост больше да сразу но тем не менее мы пока не сломали на зеле мост да больше тут вообще копит 20 сантиметров откуда мы взяли эти цифры не знаю но когда газель покупали написано метр сорок пять метр сорок пять этому ну не похоже на метр сорок пять когда приехали я смотрю какой высоты газель думаю наверное на фоне таких размеров может и метр сорок пять ну блин прилично больше 10 сантиметров точно есть нормально явно что-то не то с размерами второе колесо попутно мы померили ширину больше чем 260 то есть мы однозначно вне габарита то есть после того как мы проведем тест-драйв где-то что-то подпилим подкрутим нам надо будет снова все это снимать ставить на маленькие колеса вести так по-другому к сожалению никак вы говорите блогеры халявщики все зил разут зил полностью разут кажется что говорю такие колеса книги можно прикрутить хотя это реально 42 это бека всеми любимые ездил на сорок вторых колесах не кажется просто ни о чем так минимальные контакты были обнаружены здесь и здесь с учетом того что нам предстоит местность болотистая ни в коем случае материал то я считаю что этот порядке нормы допуска оставим так и сейчас будем работать уже в первую очередь над проходимости по болот это первая площадь опоры как-то говорят пятно контакта вон правильные пацаны говорят на и второе поднижение так что сейчас мы идем искать проставки чтобы нам увеличить количество колес так вот это у нас маленькая проставочка мы сейчас грубо накинем болты длинные а ума чисто будет работать тогда когда она будет уже проваливаться но будет уехать у нас то они все нас без ставки не почему не поздно не будет первых она у нас не потонет мы можем вообще если принципе везде очень большой вероятность мы должно хватить нам надо как-то придумать быстросъем какой-то сделать как-то чтобы это одевалась не не целый день ну чё ты на тачке год уже ездишь когда будет тачки обзор тачки обзор да в обзоре особенно рассказывать ничего ничего не ломается как я на твой езжу как подрезал как обгонял но на самом деле экземпляр попался нормально поэтому и говорить нечего хотя экземпляров нормальных на самом деле папа джерикам очень немного и спасибо отчетам автотеки потому что на этапе на этом вот просмотр отчетов я отсеял наверно ну машин 25-30 точно меня просто огромные списки были я вычеркивает не идет это не идет это не идет это нормальный еще один бензиновый был нормальный но в итоге остается на на самом деле автотека реально очень удобная штука это сервис по проверке истории автомобиля с пробегом с ее помощью можно сразу очень быстро отсеять явный неликвид как это было в моем случае купив отчет можно проверить наличие дтп юридическую частоту автомобиля количество владельцев где как машина обслуживалась и можно даже следить историю пробега там даже график рисуется сразу можно понять что ехать и смотреть там тот или иной автомобиль в живую смысла нет и тратить на это время тоже смысла нет переключать свое внимание на другие варианты эту машину нашел на авито там большой выбор автомобилей всегда можно найти подходящий вариант а вот пример отчета автомобиля который я решил посмотреть в живую вот он мой красавец именно эти фотографии были в объявлении что мы видим мы видим что до меня было два владельца я третий 10 месяцев владею два месяца димон у меня есть еще на то чтобы сообразить обзор без дтп смотрим как обслуживалось видим что в одиннадцатом году была установка доп оборудования а в двенадцатом подкрашивали бампер ну и как бы и все дальше только регламентное то видим что есть нюанс пробегом его я тогда тоже отметил созвонился с владельцем он объяснил что на то у вас ошиблись в цифре что в общем видно по дальнейшему графику так что автотек и и отчеты это реально рабочий инструмент мой поджирик тому подтверждение он так на секундочку зимой свозил меня на полуостров рыбачий вернулся без проблем так что могу только и рекомендовать отчеты автотеки на авито и не забывайте про наш промокод combat crew 20 который даст скидочку 20 процентов на один отчет ссылка и промокод будет в описании под этим видео как говорится тяжело в учении легко в бою сейчас отрабатывать будем бессъемный метод установки дополнительного колеса то есть для того чтобы установить проставку нам не обязательно пользоваться домкратом снимать это колесо тратить лишнее время и силы кстати в этом случае тратится очень хорошо попробуем так чисто подстраховали на держать у нас возможности сохраниться нет и возможности качать колеса тоже особо не будет морган морган неправильно отвечаешь и отвечать надо мы вот этим сейчас как раз и занимается нормально как раз интересно посылки ну да прям плотно и будут колеса снимать будем с проставками вести будем проставками одевать там тоже будем с проставкой оденем нормально прикрутим наверное открутить то открутим да нормально пойдет болотный проходимость будем непосредственно перед болотом до туда надо ехать а сейчас помощи болгарки мы будем добывать понижение так добывать я хотел следующим образом как вы помните у нас тут очень чудное понижение достигнута за счет двух последовательно прикрученных коробок дальше у нас раздатка и что я хочу сказать первая передача здесь грузовая да в каждой коробке они одинаковые 6 чем-то да а задняя то она еще более еще более менее скоростная там всем с копейками передачное число и у нас в самых тяжелых случаях или когда нам надо супер медленную скорость устойчивую получить мы можем включить две задние 1 передаю 1 коробка на задние включается без проблем а вот здесь у нас упирается я хотел подпилить собственно это окошко расширить но я тут обнаружил одну простую историю и при желании я же могу орудовать думаешь тебе хватит сил думаю что должно хватить при большом желании да можно и напилить там ничего страшного ну вот я ее доткнул а вот ее доткнул да да нормально секретное оружие я что наше подпиливание будет бессмысленным это вот после стройки трактора становится понятно потому что если мы хотим включить заднюю да смотрите куда рычаг смотрит а вот он в положении задней это нам на сколько вот сюда что ли выпиливать много да тут какие-то кронштейна можно конечно ты вот такую дыру делать но это вот нужно на крайний случай для крайнего случае иногда но не западло просто вот так вот скинуть задействовать супер оружие никто же враг не должен знать что здесь есть скрытые функции об этом должны знать только мы включаем первую передачу да здесь сейчас мы отключим 6 чем-то у нее передачные отношения и здесь то есть если перемножить сколько получается ну 36 там плюс передачные отношения поехали очень медленно но когда ты оказываешься в тяжелых условиях иногда надо прям настолько медленно насколько это возможно если отключая в первой коробке заднюю у нас меняется направление да вот в этом карданном вале а сейчас мы его тут и меняли направлении но мы еще и тут снова поменяем включаем заднюю по нашему способу да тут разобраться можно очень хорошо новая это враг если полезет и вязать ну почему при включении двух заняло есть вперед ну что тут поменялось а тут она обратно поменялась вращение и ну да и стало помедленнее это получается 7 умножить на 7 это 49 для понижения я думаю что нормально пацаны на сходке оценят попробуем открыть створку фига тут погрузочная погрузочная высота только выше тебя ну ты не зря перешелся надо лебедку ставить как на грузовика здесь надо давить крышу так так Привычное болото. Мы сейчас поедем в один из самых сложных его таких маленьких участков. Зилок в последнее время там проехать не мог. Проедет ли газель? Очень интересно. Если проедет, то это будет прям заявка на успех, если не проедет. Но это пока что ничего означать не будет. Так что мы в любом случае красавчики. Ребетки я напоминаю, что нет, поэтому надо будет развернуться и по тому месту как раз мордой сюда. Тем более, что Зил обычно застревал именно, когда он сюда ехал. В ту сторону пару раз проезжал. Второй пачель. Хотя бы две сверху там освободи. Вот так, собственно, выглядит наша задумка. Решили не перегружать газельку нашими большими колесами. Как только начнут проваливаться основные, эти колеса будут помогать, когда машина двигается по твердой почве, по рельефу. Соответственно, перегрузок как можно меньше назад. Решили вообще не ставить, потому что задница легкая. Когда меняли колеса, домкратили, это прям явно ощущается. Перед что-то весит. Сейчас выезжаем на поляночку, разворачиваемся и по самым сложным местам, когда морда будет направлена сюда, я пробую проехать. Смотрите, широченная, но вроде проходит. Нормально, проедем. Интересно, что это сделает? Жизнь какая-то. Слишком быстро едет. Здесь, конечно, вот самоблоки. Они спасают. Прям видно, все четыре колеса грибут. Сейчас попробуем вот там проехать, потому что здесь мы не поместились. Что творит? Что творит? Вообще не проваливаются. По такому болоту... О, вообще пофига. Стой! Дерево! На ковер ему пофигу. Я тебе хочу сказать, здесь двойная фигня с этими колесами. Они и помогают, и мешают. Потому что, когда он вот так провалился, они только якорем работают. То есть, хочешь сказать, что у нас шансы непонятные? Непонятные вообще. Непонятные, да. Но это вечные споры, какая резина лучше, широкая, узкая. Единственное, что они где-нибудь можем всплыть. Это может быть. Ну, сейчас включу, задействую тайное оружие, включу две задние передачи. Кстати, друзья, я не знаю, когда выйдет эта серия. Может быть, в этот момент на Boosty будет уже опубликована история о одном очень интересном секретном объекте. Мы в шоке были вообще, когда узнали, который, ну, практически за нашим болотом, мы мимо этого места ездили все детство, на машинах, еще до блогерства, во время блогерства. И сейчас мы как бы выпали в осадок, и вот снята серия на Boosty, она, ну, она, потому что не по теме, и такая опасненькая. Опасненькая. От фонарика головного, по-моему, толку молит. Дольше находиться здесь уже не можем, все сводят. Вообще, просто ноги конкретно сводят. Я просто по шею провалился. Да, ну, да. В общем, кому интересно, можно посмотреть. Ладно, что, две задние. Так что, ты ходишь вот здесь? Да. Да ты что, мы года не проедем. Ну, у нас есть шанс, что в этом сезоне тут никто не ездил, а тут не так разбито. Блин, там я как вспомню, там Зиловское, ну, вот это колесо проваливалось полностью. Ну, что, подъедем где-то на Шишики. Ну, придете и лебедите его, да. Интересно, что сейчас будет. Здесь сидели все. Даже вездеходом здесь, ну, крайне тяжело было проехать. Она кажется вроде ни о чем, но тут наедут. Вот, пошло погружение. Заднее колесо уже все. Здесь, здесь не проезжало у нас. Верния. 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 Что-то хрен пошел какой-то. Так, колеса нету, сзади его уже все. Маршрутка тонет. Давай, маршрутка, тащи. Здесь вот дерево, Игорь, надо правее пытаться рулить. Дерево. Вот дерево. Дерево. А блин, буксуешь? Медленнее, медленнее. Так, что-то шишиковская блокировочка, по-моему, все. Но все, мы не едем. Да? Колесо не крутится вот это. Похоже, да. Здесь никто проехать не может. Пробуй выехать назад, потому что вперед она уже не поедет. Здесь слишком большая ступенька. Накопали. Накопали, да. Маловероятно, конечно. Надежда только на самоблок, что он назад лучше схватывает. Дифференциал, да, повышенный внутренний. Если бы их здесь не было, он бы до сюда и не доехал. Ну, шанс есть назад выехать. Вот здесь они уже помогают, колеса. Не, ну это круто. Это круто, что он назад поехал. Мне кажется, Игорь зря сюда поехал. Дикая машина, как просто. Дикая машина, как просто. Вот здесь они мешают. Надо на Шишибу мосты новые покупать с неубитыми самоблоками. Надо на Шишибу мосты. Нормально все, уверенность была, уверенность оправдалась. Ну то есть вот ты встань вот сюда, получается вот так вот тебе там. Ну да. Вот так было. Нормально. Ну мне кажется, что все-таки морда шла увереннее, жопа. Да нет, жопа там вообще не при делах, она легкая, она особо ничего не делает. Вот морда проваливается, конечно, сильно. И за счет этих, да, ей помогают эти колеса. Они больше помогают, чем мешают. Твое мнение, все-таки назад заставить ничего надо. Во-первых, будет ей еще тяжелее. Во-вторых, просто... Тяжелее в каком плане? Ну она и так как бы пыжится там по мотору. Да, особенно не пыжится. Не, я бы, наверное, не стал, мне кажется, до 100, посмотрю. Но лучше взяла ей. Но в такой конфигурации с этими колесами. Но назад я не думал. Там обычно у нас все, ты встал и все, и приехал. Но это вот эти колеса помогли. Тут включил заднюю и выкарабкался. Комарики уже присутствуют. Да вообще их очень много. Уже уже на объеме. Сейчас что? Сейчас будем готовить уже непосредственно к транспортировке. С этими колесами у нас уже однозначно не габарит, даже учитывая, ну, даже со снятыми проставками. Поэтому сейчас ставим колеса от ГА-66. В таком виде она заезжает на эвакуатор. Все колеса, такелаж и прочую хрень повезем на Шишиге. Так, вот наш малыш. Теперь уже малыша, который нас волнует. Надо погрузить колеса. Что-то не очень охотно на Шишиге переться куда-то далеко. Эвакуатор приедет большой, места в кузове тоже очень много. Поэтому два маленьких колеса там уже лежит. Сейчас попробуем еще два больших туда запихать. И два, я думаю, что сумнеем разместить на площадке эвакуатора. И таким образом обойдемся без Шишиге. Так что сейчас будем пробовать. Бак оказался меньше, чем 40 литров. Я не сумел туда две канистры вылить даже. Ну, слушай, тут классная, конечно, газовая платформа. Не отнять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Та же машина, но уже в габарит и по высоте, и по ширине Еще сейчас будем два колеса куда-то пристраиваться Это вот плюс в том, что он манипулятор, он нам сейчас поможет Я говорю, очень удобно, да, как обычно, телефончик будет в описании Будь здоров, Коржик! Так, снова мы прибыли на знакомую площадку Разгружаемся и разгружаемся Субтитры сделал DimaTorzok Ку-ку! С утра доброе, уважаемые зрители Субтитры сделал DimaTorzok Мы их, как самая ранняя пташка, сегодня всех увидела и услышала Мы с Руслана опоздали, но я думаю, что мы ничего не потеряем Потому что сегодня будет нон-стоп-экшен просто 2-4 2-4 на 2 Завтра, скорее всего, он продолжится Вот, поэтому сейчас последнее приготовление И, собственно, выдвигаемся уже на позиции Там вот полигона очень удобно Я смотрю, все блогеры по внедорожной теме работают по одной формуле Есть задний двор, коротенькое совсем расстояние И мы уже начинаем Это условие хранения техники Вот, в болоте просто стоит Так что у нас все еще не так плохо Они у нас на сухом стоят, не в болоте Но дорожка нормальная, дорожка, да В прошлом году, это осень была По-моему, воды было побольше Все, едем уже на место Здесь 500 метров надо проехать Зил тогда здесь спокойно ехал Я думаю, что Фердинад тоже здесь проедет Уверенно едет, потому что по этому городу Притом, что колеса накачаны Мы их даже не травили Вот так, нормально Колеса не травимые Но место хорошее Мне кажется, на тех колесах она бы здесь Уверен Привнила бы Нормально Нормально здесь Дорога у них, конечно, здесь Да Прям лесовозная колья какая-то Мы переместились медленно, наверное, на наши газели в эпицентр событий Попутно, видимо, немножко покоцали наши проставки Сейчас проверим Большой вопрос, да Встанут колеса или нет Но мы им поможем А, собственно, когда этот эпицентр переместится на болото Вся вот эта вот история будет у нас в следующей серии Все Как в хорошем сериале Раз И все И нас нету Ждите